Приветствую вас. Я, честно говоря, не думаю, что вам понравится то, что я скажу, но мне представляется так, что лучше я вам это скажу сам, чем вы, к примеру, ну, как-то будете догадываться до этого сами, допустим, либо, может быть, что-то ещё будет, вот, то, что вы описываете, очень похоже на агрессию, на агрессию и на какой-то, знаете, какой-то перенос, то есть, вот, вы такое впечатление, да, что переносите на ребёнка свои какие-то уже собственные страхи, свои какие-то уже собственные переживания, свои какие-то уже собственные желания, вот, и так далее. А, с чем это связано? Вязано то с тем, что, возможно, подсознательно, да, именно, подсознательно, повторюсь, ребёнок вас отягощает. То есть, вот это вот, то, что вы пишете, да, что хочу нахлаждаться материнством, ну, как бы, ну, материнством нахлаждаться не нужно. Конечно, но вы либо наслаждаетесь материнством, либо нет. Так что, мне кажется, что то, что вы не можете нахлаждаться материнством, связано с тем, что изначально вы, ну, были не совсем настроены на ребёнка. Вот, и вы видите в нём какую-то вот для себя угрозу, вы видите какую-то для себя опасность в нём. И ваш страх, да, это ваше желание. То есть, вам сейчас, на данный момент, хотелось бы подсознательно, чтобы ребёнка не было. Он вас, условно говоря, пугает с чем-то, вот. Да, это, безусловно, неприятно, вот, но это откуда-то пошло. Вот, и здесь, конечно, очень важно вам понять, разобраться, для чего вы хотели ребёнка. Почему он вам, к примеру, так нужен, допустим. Вот, какие у вас отношения с мужем, а насколько, насколько вы свободны в выражении своих чувств, к примеру. Вот, ну, самая, конечно, центральная тема, это тема значимости ребёнка для вас, вот. То есть, для чего, для чего, для чего, зачем мне ребёнок, вот. То есть, ну, с какой он, с какой целью я его, к примеру, родила, да, и так далее. Вот это, на мой взгляд, самое главное. Здесь, вот, потому что, агрессия, неудовлетворённость, не свобода, вот. Ваша, всё это ваше. Ну, чувствуется достаточно сильно, я бы сказал. Вот, поэтому, вот, на эти моменты вам и нужно обратить, обратить, а, самое пристальное внимание. Ваши, таким образом, страхи, это желание, это то, чего вы хотите, но, то, в чём, к примеру, боитесь себе признаться, то, в чём, возможно, никогда себе не признаетесь. Вот, ну, а, что касается формы, да, то есть, уронить, там, и прочее. Ну, не надо думать, что вам хочется ребёнка своего, ну, причинить вред своему ребёнку. Ну, вот, безусловно, не хотите вы причинять вреда своему ребёнку ни в коем случае. Ну, просто из-за неудовлетворённости своей, у вас это выражается вот в такой, можно сказать, формы гиперстрафированной, если угодно. Ну, вот, всё это корректируется, всё это конкупируется, компенсируется, раскрывается, вот. Вот, и, соответственно, сможете, сможете наблюдаться над материнством, совершенно спокойно. А, пока что, пойдите навстречу своему страху, да, то есть, может быть, имеет смысл немножко отдалиться, отдалиться от ребёнка сейчас. Вот, и подумать о своём страхе, пойти у него, как бы, ну, к нему я встречу, и поисследовать его страх ваш. С чем и как это связано. С чем и почему у вас вот такая, ну, такая реакция. С чего вам, к примеру, хочется, ну, или хотелось бы для себя. Вот. Мне кажется, что это очень важно, и мне кажется, что это очень значимо для вас. Вот. И, собственно, сколько исследования себя, исследования своих желаний, исследования своих потребностей, возможно, даже своей нежности в чем-либо, вы сможете перестать такое испытывать. Вы заметите, что всё это прочно связано с ребёнком. Вот. То есть, до появления ребёнка у вас этого не было. Именно, именно, именно до появления ребёнка. Значит, всё завязано на нём. Значит, всё дело именно в нём. Почему в нём? Нужно выяснять. Нужно смотреть. Нужно смотреть. Вот. Так, конечно, ну, гадать, да, это можно очень долго. Но на данный момент, на данный момент, вот, я могу сказать, что это ваше инверсирование желания. То есть, то, что вам хочется, то, чего вы желаете, но то, что вы себе запрещаете. И вот это вы считаете ужасным, аморальным, диким, глупым, там, и так далее. Вот всё это, вот всё про это, вот всё про это, всё про вот данный аспект. Вот. И, конечно, вы можете это отрицать, вы можете говорить, что вы ребёнка любите. Вот. Можете говорить, что опасности в нём вообще не видите, но это уже будет ваш выбор, это уже будет вашим решением. Вот. И, как бы, если вы хотите, чтобы он был счастлив, ребёнок, то, что работает над собой обязательно. Ну и освободить для этого время, освободить для этого место. вот. Вот. Освободить для этого ресурсы. И, здесь вот, это ваш возможность. Вот. Ну, предупреждаю, что отношения ваши, например, с другими людьми могут измениться, могут сменяться. Ну, это уже будет выяснено в процессе взаимодействия с вами. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Обратите внимание, да, что вам не то чтобы хочется проблему решить, а скорее вы просто хотите понять, что это. Ну, для того, что вы поймёте, что это, ситуация не изменится, к сожалению. Вот. Тут не выясняется нужно, что это, а работать с причинами. Вот. Настраивайтесь там ещё. Как бы лучше не будет. Это точно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я сейчас рекомендую вам честно ответить себе на вопрос, для чего я родила, зачем я родила, ну, чтобы что, чего я хотела, для себя я родила или для других людей. Ну, паромец об этом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok